Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я просто хочу поговорить о том, что, по моему мнению, сейчас привлекает незаслуженно мало внимания именно на русскоязычном пространстве крипто-ютуба. Я хочу рассказать, почему я думаю, что эфириум покажет себя с очень хорошей стороны в течение следующих 12-18 месяцев. Реальность заключается в том, что эфириум до сих пор не был особенно затронут институционалами, так как это происходит сейчас с биткоином. Но я считаю, что эфириум это следующий актив в очереди после биткоина, кто получит взрыв интереса со стороны институционалов. Биткоин в настоящее время является тем активом, в который все бегут сломя голову. Скорее всего, он закончит тем, что его капитализация будет несколько триллионов долларов. Не могу уже дождаться этого момента. Но также мы видим, что фьючерсы на эфириум только что были одобрены 7 групп. Это же случилось и с биткоином 3 года назад, в 2017 году. И тогда, справедливости ради, это привело сначала к безумному росту главной криптовалюты, а затем произошло не менее крупное падение, когда эти фьючерсы были запущены. Вполне возможно, что подобное ждет и эфириум. Если что, фьючерсы будут запущены 8 февраля 2021 года. Сейчас мы находимся в совершенно другой экосистеме. И множество событий, которые произошли в 2020 и происходят сейчас в 2021, сами по себе являются чем-то беспрецедентным. Поэтому, имеем ли мы право сравнивать 2017 и 2021 годы? Вопрос остается открытым. Мы можем лишь сравнивать паттерны графиков роста тогда и сейчас. Потому что, находясь сейчас в таком параболическом движении, нам никто не запрещает смотреть на прошлые такие же движения и делать какие-то выводы. Например, с точки зрения институционального принятия, в 2017 году эфириум был значительно слабее, чем сейчас. Сейчас же институциональное принятие уже происходит. Когда мировые хедж-фонды увлекаются криптоактивами через биткоин, я думаю, что существует большая вероятность, что и эфириум окажется в их поле зрения. Мы видим, как институционалы, даже правительства, те же стейблкоины, строятся именно на эфириуме. Сколько ценностей залочено именно на эфириуме и еще будет залочено? Конечно, есть и другие проекты типа эфириума. Например, тот же Polkadot. Но эфириум действительно рассматривается как золотой стандарт, если вы хотите иметь лучшую модель безопасности для ваших активов. Поэтому я думаю, что эфириум потенциально станет объектом для второй волны институционального принятия сразу же после биткоина. Особенно для тех инвестфондов, которые уже имели опыт с биткоином. Я думаю, это большая движущая сила, которая может отправить эфириум на отметки с четырьмя нулями после запятой. Эфириум вполне может стать как биткоин сейчас, следуя по пути главной криптовалюты. То есть, публично торгуемые компании начнут инвестировать и в него, как в биткоин. Тот же Grayscale Trust. На самом деле, таких криптоактивов, получающих столь значительный интерес и внимание со стороны институционалов, в этой сфере не так уж и много. Конечно же, это биткоин, а после него, без сомнений, эфириум. Да, есть еще лайткоин и другие монеты, которые тоже имеют регуляторный зеленый флаг и торгуются на основных биржах. Но я все же верю в то, что именно эфириум станет абсолютным монстром, когда институционалы вонзят свои зубы в его мясистое тело, как в следующий криптоактив, наиболее желанный для владения после биткоина. Люди говорят о модели цифрового золота и цифрового серебра, где золотом, понятное дело, выступает биткоин, а серебром лайткоин. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем вообще нужно цифровое серебро. Для меня в этом вообще нет никакого смысла. Но что я понимаю, это то, что эфириум является уникальным криптоактивом. Это не просто средство сбережения или механизм для передачи денег, как биткоин. Это актив, который фактически представляет из себя всемирный компьютер. Кое-кто называет эфириум цифровой нефтью. Я думаю, что эфириум и биткоин, хоть и являются лидерами криптомира, все же возглавляют абсолютно разные сферы. Все эти децентрализованные приложения, децентрализованные финансы и так далее создаются именно на эфириуме. Как только институционалы начнут изучать эту сферу глубже, эфир точно станет ракетой. И судя по тому, что после запуска фьючерсов на СМИ, биткоину понадобилось 3 года для перехода в стадию принятия институционалами, да так, что он за полгода вырос в 2 раза выше предыдущего исторического пика, мы можем ожидать чего-то похожего и от эфира. Особенно, когда мы получим масштабируемость, шардинг и другие классные обновления. Все это звучит непонятно, но означает лишь одно. Простоту, дешевизну и скорость взаимодействия с эфиром для институционалов и не только в перспективе. Опять же, тысяча или даже полторы тысячи долларов за эфириум сейчас могут показаться слишком высокой ценой. Но в моей голове, в моем сценарии, в том, что я вижу в более глобальной картине, мне кажется, что это даже дешево, учитывая, для чего вообще нужен эфириум и как много функций он исполняет и может исполнить для правительства, бизнеса и просто частной жизни. Эфириум в перспективе может соединить в себе триллионы долларов рыночной и экономической активности. От игровой индустрии, деривативов, DeFi, да даже кредитования. Вот так много вариантов использования. Такие огромные потенциальные суммы для взаимодействия. При этом, если работать со всем этим по старинке, то стоимости этих работ слишком невыгодны, безопасность не столь надежная и так далее. Поэтому нам необходима та самая модель, включающая в себя безопасность, proof of stake, масштабируемость и так далее. Именно поэтому я думаю, что целью номер два для институционалов после биткоина станет именно эфириум. Просто хотел поделиться с вами этими мыслями, особенно пока биткоин так растет. Криптовалюта на самом деле часто так делает, заставляет вас сфокусироваться на чем-то одном, а потом внезапно происходит совершенно другое. И причем не там, где вы сфокусировали свой взгляд. Поэтому сейчас нужно не просто радоваться, что у тебя есть биткоины, но и посматривать по сторонам в поисках новых возможностей. Эфириум мне кажется такой возможностью на протяжении следующих 12-24 месяцев. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И если что, это просто мое мнение и ни в коем случае не финансовый совет. Но я все-таки думаю, что на протяжении следующих 12-24 месяцев эфириум станет настоящим монстром, когда институционалы начнут интересоваться им так же много и часто, как сейчас биткоином. Поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться. Если вы впервые на моем канале, то здесь мы говорим о криптовалютах практически каждый день. И в завершение этого видео я хочу ради того десятка людей, что спрашивали о моей книге и хотели ее купить, сказать, что вы можете сделать это на протяжении двух дней по ссылке в описании. Кстати, мне очень приятно, что многим она понравилась. Судя по опросу, который я разместил в Телеграме, большинство людей оценили мои старания и труд. Ссылка на мою книгу будет в описании под видео. На протяжении 48 часов ты можешь ее купить. Если будут какие-то вопросы, можешь написать мне в Телеграме. Ссылка на него тоже будет в описании под видео и в прикрепленном комментарии. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И как всегда, ребята, подписывайтесь на канал, Телеграм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого.